Это видео посвящено взору точила ELMOS BG200. Это точила с широким мокрым камнем, низкооборотистая и с кожным кругом для оправки, то есть заточки для оправки кромки, заусенца. Оно является аналогом точила TORMEC, модель сейчас не помню, и JET. У JET тоже есть аналогичное точило, но TORMEC стоит что-то там от 50 тысяч рублей, JET стоит от 26 тысяч, а ELMOS делает в районе 11 тысяч. В 2019 году можно купить такое точило, правда сложно мне было найти его в Москве, мало где оно осталось, но тем не менее я нашел немножко с потрепанной коробкой. Ну откроем, посмотрим, что там внутри. Вот такое приспособление для удержания того, чего мы точим. Ножа, например. Четыре винтика, не знаю, для чего они нужны, потом посмотрим. Вот такой пластиковый угломер, тут углы 30, 35, 40, 25, 20, 60 и 45 градусов можно мерить им. Вот такая вот интересная штучка. Металлическая направляющая. Верхняя пластиковая, пенопластовая часть коробки с камнем. Вот такой у нас камень. 150 оборотов в минуту максимальная его скорость. Скорость поверхности 2 метра в секунду. Что-то называется 2500, это, видимо, его диаметр. Да, диаметр 2250 миллиметров. Поэтому, наверное, модель 2500. Ну вот, какой-то артикул. Но это, короче, именно от Элмоса. Они вроде бы производители его, что ли. Хотя, что-то по-немецки написано. Но Элмос вроде тоже какая-то немецкая, российская контора. Вот. Такой камень. Толщиной сантиметра 4-5. Где-то у меня рулетка была, сейчас померяю. 5 сантиметров толщина камня, да, приличный камушек. Само точило. Прилично, кстати, весит. Клограмм весит, наверное, если не больше. Ну и все, в коробке больше ничего нет. Попробуем посмотреть, что тут можно собрать. Где это будет выглядеть. Здесь есть пластиковый кожух для воды, в который смачивается камень и гайка. Пластиковая втулка не нужна, наверное, не знаю для чего. Она может для камней другого диаметра, или просто чтобы транспортировочная, чтобы не болталась. Шайбочка, гайка. Я, честно говоря, им еще не работал, поэтому все впервые вижу, как его... Вот кожаный круг. Ну, видимо, его пастой ГОИ надо смазывать. Чтобы поправить кромку режущую. Направление не указано, но, в принципе, он асимметричный, что бы тут указывать. Так вот ставим камушек. И теперь, наверное, нам как-то надо отцентрировать камень, чтобы его не било. Вот это у нас штука корыца ставится вот так. То есть она снимается и ставится легко. Его, кстати, можно поставить на разную высоту. Здесь есть несколько... Три крепления по высоте. Можно, видимо, под разные камни ставить на разную высоту. Так вот можно поставить повыше. Можно пониже. А есть еще выше крепление. Но я на среднее ставлю. Так, значит, ну что... Камень стоит. Значит, его акцентрировать теперь надо. Давайте включим, посмотрим, как оно вообще работает. Очень низкооборотистая. Ну так и надо. На самом деле, что-то точить какие-то вещи, там, ножи, там, для рубанков ножи. Какие-то стамески. Высокие обороты не нужны, потому что они будут перегревать режущую кромку. И будет металл отпускаться. А калена будет... Будем портить, короче, наш инструмент. Так, ну, в общем, посмотрим, что с биением у него. Вот я как поставил, в принципе, биения нет ни радиального, ни бокового. Я так чувствую, что можно закрутить и попробовать что-то с ним поделать. Вообще, в идеале встал, ничего не бьет. Никуда. Так, вот такая у нас опорная планка, как бы, ось какая-то. Видимо, она вот так ставится. Ну, невидимо, это очевидно. И вот этими двумя винтами крепятся. Здесь есть резьба, просверлено отверстие с резьбой. Таким образом мы можем вот так поставить и отрегулировать по высоте. Вот и в этом случае, если мы что-то будем точить, ну, ладно, посмотрим, что тут еще у нас есть. Вот такое топорное устройство есть. Ну, как бы, понятно, что оно вот так надевается и вот так вот двигается. Когда оно так двигается, очевидно, что мы тут сюда должны зажать. Наверное, вот этой стороны надо поставить. Мы должны сюда зажать нож какой-то, чтобы его лезвие было прижато вот этой планочкой. Допустим, возьмем вот так вот нож и зажмем его. Что мы видим? В принципе, что все нормально, кроме того, что этот нож слишком тонкий. Когда я зажимаю этот нож, у меня винт упирается в эту планку. Но это не проблема, этот винт можно источить чуть-чуть. А можно попробовать более короткий, использовать винт из набора. У меня же есть покороче винтик. Поменяю-ка я его. Этот вот такой, который здесь стоял. Давайте покороче поставим. И второй тоже, наверное, поменяем. Ну, вообще, вот это опорное устройство, вот эта планка еще вот сюда можно ставить. Наверное, сейчас рассмотрим. Еще дополнительно два винта для того крепления, видимо. Вот, ставим наш нож. Сжимаем его. Что мы видим? Что мы не можем вот так вот уточнить угол слишком тупой. Очевидно, что нужно опустить планку ниже. Тоже, кстати, угол не очень для ножа, честно говоря. Чувствую я, что это заточное, точнее, удерживающее устройство, что оно, наверное, для стамесок, что ли. Потому что ножу нет возможности опираться на камень. Тут уже само устройство касается, вот это удерживающее, касается камня, а не нож. Для ножа, наверное, должно быть другое. Ну, возьмем стамеску, что делать. Ну, вот такая стамесочка у меня есть. Она валялась там в ящике с инструментом. Какая-то она совсем убитая. Давайте попробуем ее. Нож убираем. Что ж такое с ножом? Как же ее уточить? Может быть, обратной стороной как-то что-то можно поставить. Допустим, вот так. То же самое, наверное, будет в плане угла прилегания к камню. Ну да, слишком прямой угол. А если как-то снизу? Снизу тем более решают их. Ну, короче, значит, это не для ножа. Для ножа нужно купить. Кстати, вот у этого точила с аксессуарами не очень. У него продается она в комплекте с вот этим держателем. Сейчас мы еще попробуем. Может, с этой стороны что-то получится поставить его. Вот этот держатель, он как бы для ножей стамесок. А еще можно к нему купить вот такой вот набор, это устройство для правки камня. Это мы тоже сейчас посмотрим. Ну, короче, с ножом тут у нас не получилось. Попробуем, значит, стамеску поточить. Опять убираем наши винтики короткие. Для ножа будет подходящие. А для стамески они будут коротковатые. Вот. Ставим обратно длинные. Мы же инструкцию не читаем. Мы же хотим сами сообразить. Поэтому, вот, как у меня идет процесс соображения, так я вам показываю. Так. Ну, ставим какую-то высоту. Предварительно. И стамесочка сюда. Выставляем угол таким образом, высоту вот этой опоры. Таким образом, чтобы стамеска, касаясь камня, сохраняла свой угол заточки. Нам же не надо его менять. Это слишком тупой будет. Делаем пониже. Тоже чуть-чуть туповат. Еще немножко поострее сделаем. Прилегание вроде бы хорошее. Самое важное, камень-то у нас для мокрой заточки, я сейчас не могу над воды налить. В корыце. В ванночку эту. Вот я пол-литра налил. Чувствую, что мало будет. Сейчас включим, смочим камень. Ну, пока он воду всю не выпил, в принципе, можно попробовать. Так, еще стамеску надо сориентировать, чтобы она шла в плоскости камня. Воспользуемся маркером для того, чтобы оценить хорошее прилегание, как бы частоту прилегания стамески к камню. Вот так нарисуем несколько штрихов. Сделаем пробное касание при заточке. Ну, что мы видим? Что стамеску я не ровно поставил, но видим. Стамеска больше опирается вот этой правой стороной. Почему она и опирается? Потому что я, видимо, сильно развернул ее. Теперь поправить попробую еще раз. Немножко получше. Давайте еще поправим. У меня стамеска, может, кривая. Вот такая, кстати, я что-то выковыривал. Она такая, немножко уже согнутая. Ну, поточим, наверное. Камень все вот выпил, надо еще подлить. С sauteем. Ну, подлить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень хорошо камень сделал, наточил, без биения, без осевого, без бокового, вообще без какого-либо дербиального Сейчас мы точим на острие как-то, то есть камень вращается на инструмент Ну, такая заточка позволяет сразу, в принципе, убирать заусенец, в общем, при такой заточке не образуется Можно точить от острия, это, видимо, для этого вот эти вот нужны крепления в планке Мы попробуем и так тоже сделать Ткань вращается медленно, заточка тоже медленно, но это хорошо, зато мы ничего не перегреваем Стамеска очень-то убитая, поэтому ее придется прилично сточить, пока она не станет острой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двигаем вправо-лево, чтобы камень вырабатывался равномерно Вода не брызгает с камня, все хорошо сделано Входящая скорость, то есть вода не разлетается в стороны Потому что есть точила с толстым камнем, где камень боком вот так стоит, тут червячный редуктор Вот, у меня тоже такое есть, но оно не очень удобное, там, во-первых, нет опорной планки вот такой Во-вторых, там камень вращается быстрее И вода с него разлызгивается, либо через инструмент, либо просто разлетается Ну, там есть и преимущество, там в одном точиле один камень быстрый, вот здесь вот стоит, а здесь боковой вот этот толстый, он боком стоит, он помедленнее В принципе, он тоже достаточно медленный, чтобы не пережигать режущую кромку Но нет вот этой опорной планки, но я как-нибудь, кстати, что-нибудь с колхоза, с колхоза, делаю такую опору и сделаю на этот обзор Ну, то точил почему-то дешевле стоит, в районе, там, 5 тысяч рублей можно купить А это в районе от 10 до 50 Почему, непонятно, в общем, ну, здесь все то же самое, даже меньше на один чревящий редуктор Установленные соотно-камни, просто проще там строиться, почему-то у меня таких денег хотят Или почему зато хотят таких маленьких денег Ну вот, у нас, собственно, не знаю, видно будет Заточили на стамеск, перетащили ее полностью Ну, было ее прилегание, ну, идеально все получилось Теперь, наверное, можно попробовать с обратной стороны посмотреть, заточил, как оно будет выглядеть Вот, наверное, что мы тут увидим Что вот эту планку опорную можно переставить вот сюда Использовать еще два винтика наших, где они тут были А, вот они Эти два винтика сюда вставим, чтобы не снимать И посмотрим, как будет выглядеть, если сюда поставить опорную планку Здесь можно производить такую же точную заточку, как с этой стороны Только от лезвия будет камень вращаться Заточка тоже, как бы, используется Но она делает немножко больше заусенец, которые потом пришлось бы стачивать Если бы мы так тащили Вот я выстрелил тот же угол Точно такими же движениями Можно тащить с этой стороны Единственное, что здесь вот эту планку надо развернуть вот этой стороной Где вот эта смущенная часть Вот так, чтобы она глубже в эту сторону заходила Потому что здесь она упирается в планку Ну, в принципе, такой принцип заточек Просто могу вот это развернуть Стамеску двух сторон поставить Вот я перевернул теперь у меня по всей ширине камня По всей толщине камня ходит Держивающее устройство Можно вот так вот точить Вот лезвие в идеале Острота для дерева Единственное, что немножко заусенец получился Что делать с заусенцем? Для оправки у нас есть вот такой кожаный круг Мы можем развернуть вот в эту сторону Удерживающую эту планку опорную точнее Естественно, мы с этой стороны работать не будем Потому что если мы будем на, как бы лезвие будет вращаться Он же вот сюда вращается Если мы будем отсюда работать, мы задерем эту кожу Поэтому будем работать отсюда от лезвия Кожаный круг надо смазать пастой Гои или чем-то подобным Сейчас я поищу, где она Нашел я пасту Гои Она твердая, конечно Насколько я помню, ее можно греть, чтобы нанести на полирующий Какой-то круг Либо ее можно поковырять и растворить С керосином С соляркой Я, наверное, так и сделаю Так-то я поковыряю И использую ВД Для начала круг можно смочить Побольше слоя пасты Круг новый, еще не пропитанный Наши пасты Убираю Хорошо, кстати, растворяется керосином, из которого в самом деле состоит VD, но это не совсем VD, но не я, может быть так грязно и не обязательно было все делать, но у меня так получилось. Вот, и теперь будем полировать стамеску, угол я уже вставлял, так вот ставим потихонечку обкоженный круг полируем, а здесь же надо опять развернуть ерунду. Теперь же мы с другой стороны работаем. Прилегает вот таким образом виски до расстояния и плируем. Можно обратную кромку вот так вот, ручную снять аккуратненько. Я имею ввиду сень с этой стороны, который образовался, когда мы ее вот острие оточили. И вот тут можно руками держать, а можно и вот так вот. В принципе аксессуары продаются, может быть я вот опорная вторая вот эту вот рамку опорную, может быть я куплю дополнительную поставлю куда, чтобы можно было с разных сторон работать сразу. Видно, что полирует. Застамески этого не требуется, поэтому на этом мы и остановимся. Острота отличная. Что-то может было интересно, можно померить. Около тридцати. Мега тридцать пять, это тридцать. Около стамески. Мне кажется, это оптимальные стамески. Так, с заточкой мы закончили. Посмотрим, что у нас еще в комплекте есть. У нас есть вот такой набор для оправки камня. Из чего он состоит? Он состоит из вот такой удерживающей зажимами планочки и стержня с алмазным таким, короче, тоже стержнем. На торце которого алмазы, которые будут грызть вот этот камень, чтобы его выровнять при необходимости. То есть, конечно, когда камнем работаешь, он со временем вырабатывается. Какие-то у него бороздки появляются. Он может терять круглость с овальным, если он плохо установлен или сделан, если плохо в заводских условиях. Ну, посмотрим, как его можно выровнять при необходимости. Так, вот это вот винтики. Таким образом оно ставится. Вот. Пододвигаем. Сжимаем. Сжимаем. Короче, я понял, тут принцип такой. Сейчас я боком покажу. Принцип здесь вот такой. Мы вот этим, внешней вот этой планкой, мы задаем, как сказать, диаметр касания. То есть, ну, угол вот этого стержня мы задаем, но тем самым мы задаем его степень углубления, его режущего вот этого алмаза в наш сдачной камень. То есть, если мы поднимаем, он глубже может погрузиться. Если мы опускаем, он его отжимает и не дает ему, как бы, касаться. Поэтому мы делаем небольшое касание. Например, если у нас выработка какая-то, борозда идет по камню, мы вот в эту борозду его ставим. Зажимаем вот эти углы. Вот. Вот. Включаем точило и начинаем наш стержень вот таким образом двигать. Так вот по центре и поставим. Здесь все зажмем, чтобы уже ничего не шевелилось. Вот. То есть, вот эта планка, она должна стоять ориентировочно, чтобы камень посередине ее был. Вот. И чтобы она таким настолько была повернута, чтобы вот этот алмаз чуть-чуть касался камня. У меня он чуть-чуть не касается, поэтому я ее ослаблю и добавлю давление. Пока убираем алмаз, включаем точило. И вот так вот алмазом проходим. Чуть-чуть я не дожал. Сделано побольше давление. Я наоборот поджал. Побольше давления тут сюда надо наклонять. Сделаем. Проверяем. Наверное, еще чуть-чуть. Многовато. Но злоупотреблять мы не будем. Камень новый, не выработанный. Геометрия у нее идеальная. Просто для, так сказать, обзора нужно это сделать. Опять я не дожал чуть-чуть. Здесь у нас есть регулировочный винтик. К этим винтикам можно выставлять камень еще дополнительно. Можно здесь поджимать. Еще чуть-чуть подожмем и сделаем геометрию идеальной. Многовато, наверное. Вот видно, что все-таки камень цепляет местами. То есть мы геометрию сейчас на самом деле улучшаем. Геометрия. 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 Если такое биение присутствует, мы его лучше сточим, чем будем на нем точить инструмент и портить его кромку. Двигаем по ширине камня, соответственно, справа влево. Конечно, сделано это не очень удобно, потому что вот эта вот ерунда, которая поджимает алмаз, она немножко болтается. Я говорю не про стержень, а про этот винт. Наверное, контргайку туда поставить надо, ничего они не поставили. То есть вот давишь чуть-чуть на нее, вот так вот она не касается камня, алмаз, а вот давишь чуть-чуть и начинает касаться, что здесь какой-то люфт есть, вот в этом винте, который давит на алмаз. Ну, примерно вот как-то так. Думаю, что основной момент я показал, прям выравнивать до идеала камень я не буду сейчас, задачи нет. Вот, ну, на камне видно, что алмаз его чуть-чуть грыз, видно такие задиры небольшие. Алмаз вроде как новенький, не вижу я на нем из носа. Вот, на самом деле надо посмотреть еще от такого точила джет, есть аксессуары, там есть еще такой специальный брусок для выравнивания камня, то есть после того, как его алмазом грубо как бы обработал, можно специальным таким твердым камнем приложить и зашлифовать его поверхность. В принципе, она и так не сильно грубая стала, но все же можно немножко шлифануть. Вот, так мы и не поняли, как бы как из набора, из продажного точить ножи. Ну, точнее мы, может, и поняли, а я вот не понял. Вот на лезвие не получалось точить от лезвия. Вот у меня нож, чтобы он прилегал под более-менее подходящим углом. Не получается вот так установить. Ну, давайте еще раз попробуем. не получается ничего. Даже если вот этот поближе подвинуть, то просто у нас упрется вот эта планка. Ну, значит, это для заточки чего-то типа стамесок пока что из набора и для заточки, допустим, ножей для рубанка. Ножи обычные точить, если только руками можно. Как бы так вот делаем опору. Ну, таким образом потихонечку точим. Тут, честно говоря, даже опорта не помогает, что от меня толку. Короче, точилу, в общем-то, пятерочку можно поставить. Все в идеале. Камень не гуляет, шлифовальный кожаный диск хороший. Вот. Но в плане аксессуаров недостатки есть. Надо поработать производителю. Я бы посоветовал. Либо, может быть, мне надо поработать с чтением инструкции и понять, что там как. У того магазина, где я покупал вот это точило, из аксессуаров было только вот эта вот алмазная провилка для камня. Держатель для ножа, чего-либо еще ничего не было. Говорят, сейчас проблемы перебои с комплектующими, с поставкой вот этого станка. Там логистические проблемы. То есть, я, на самом деле, искал во многих магазинах. Везде было либо под заказ, либо ждать доставку. Так что приехать, купить только в одном месте я нашел. Ну, и то хорошо, и то хлеб. Вот. Вам обзор. Мне точило. Поточу пока стамески, а ножи буду точить, когда куплю специальную приспособу для удержания ножей. Она у джета, по крайней мере, точно есть. Если у Элмоса не куплю, то куплю у джета. Там вроде бы попроще с комплектующими, больше выбор, и они более доступны. Я вот на дачу ехал, хотел заехать, но чуть не успел за ними заскочить. Уже поздно было. Так что в следующий раз куплю, и, может быть, какой-нибудь дополнительный обзорчик сделаю, или какой-то будет еще обзор вообще про что-то другое. Хочу еще показать, как пользоваться вот этим угломером. Вот. Тут есть разные углы. Там 20, 30, 45 градусов. Для начала нам нужно определить угол того, чего мы затачиваем, оригинальный, исходный. Ну, я знаю, что стамеска, например, около 30 градусов должен быть угол. Вот у нас 30 градусов. Вот так вот прикладываем. В идеале 35. Чуть-чуть туповат уголок. Ну, значит, 30. Вот. Ставим стамеску вот сюда. И теперь нам нужно выставить этот угол относительно камня. Вот. Саму стамеску мы мерили вот этими внутренними углами, а внешние нужны как раз для того, чтобы померить относительно камня, выставить этот угол. Вот. Вот с этой стороны у нас 25, 60 видно нарисовано. С этой стороны 40, 25, 30. Вот у нас 30 градусов. Мы его и выставим сейчас. Вот так вот опираем. И вот мы видим, что этот угол соответствует. То есть мы оперли на камень вот этот вот угломер. И он касается стамески. Вот, например, если мы взяли другой какой-то угол. Вот видно, что он уже не так касается. То есть видно щель. Видно, что угол не соответствует. Соответственно, мы берем наш угол 30. Так-то выставляем. И можем высотой опоры отрегулировать угол, либо выдвижением и задвижением стамески. Получаем вот этот угол. Ну, как бы, такая вещь, ну, кто-то может ей пользоваться. Но я всегда выставляю на глаз. Вот так. Просто по прилеганию, чтобы не было щели. Потом маркером наношу метки. На лезвие несколько. И потом просто делаю пробную такую заточку небольшую. Касание просто. И смотрю, где сточилось. Вот сточилось с одной стороны, значит там слишком сильно прилегает. Значит нужно скорректировать. Может быть вот это немножко неровно стоит. Вот. Либо вот так чуть-чуть довернуть. Вот. Если у нас носик чуть-чуть сточен. Носик, например, сточен, да? Значит мы слишком тупой угол установили. Ну да, вот как раз носик я сейчас поставил. Подточнул чуть-чуть. Линии маркера сточились у носика. Значит я должен выставить более острый угол. То есть вот эту опорную планку чуть-чуть опустить. Вот так вот и опускаем немножко. Визуально контролируем. Потом контролируем по штриху маркера. Стачивается равномерно, значит то, что нам нужно, угол достигнут. Продолжение следует. Продолжение следует.